МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа «Диалог» и ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496-567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. В гостях у меня сегодня начальник противопожарно-спасательного гарнизона Щелковского района Вячеслав Никонов. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. И начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району Павел Шагы. Здравствуйте, Павел Баколаевич. Мы встречались с вами, собственно, вы были у нас в программе ровно год назад, 7 апреля. Насколько я помню, говорили тогда о той непростой ситуации, которая сложилась к началу прошлого года. У нас в районе с пожарами, так скажем, по крайней мере, статистика была не в лучшую пользу. Вот сейчас, по прошествии года, что-то изменилось? Я имею в виду итоги 2015 года и итоги позапрошлого года. Да, у нас статистика достаточно радует. Есть тенденция к небольшому, но сокращению количества пожаров на территории района. Если в абсолютных цифрах, то за прошлый год у нас на территории района произошло 300 пожаров, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Ну а число пострадавших? Погибших у нас 17 человек и пострадавших 14 человек. Количество погибших несколько увеличилось. Число пострадавших сократилось в полтора раза. На данный момент у нас произошло на территории Щелковского района 50 пожаров. Это за этот год? Да, за первый квартал. Наблюдается небольшое снижение в пределах 5%. Количество пострадавших и погибших у нас также в минусе. Конечно, на нынешний период времени мы помним, что у нас в прошлом году весна несколько лет. Более ранее началось, да. Более теплое. Более теплое. Сейчас погодные условия немножко запаздывают. Но, как прогноз, погода говорит, что к этим выходным мы ожидаем резкое потепление. И уже в Московской области, ну и я думаю, что в Щелковском районе будет, начинаются палы сухой травы. Уже начинают выжигать прошлогодние остатки. И количество выездов у нас увеличится в десятки раз на горение сухой травы, палов. Ну и тут надо, самое главное, соблюдать меры предосторожности, ликвидировать на ранней стадии. Потому что мы сами знаем, что погода весной достаточно ветреная. И каждый, казалось бы, незначительный пожар или загорание травы может перерасти в действительно стихийное бедствие. Это до сгорания лесной подстилки. Но сейчас в лесу еще снега достаточно. Ну, тем не менее, где-то уже есть, что в сухостой у нас тоже не убирается долгое время. То есть, если не снег, он может перекинуться. И такие случаи в нашей практике были с Вячеславом Ивановичем, что достаточно ранние, когда, казалось бы, в лесу еще достаточно влажно, но возгорание происходит. Вот если опять как раз вернуться к прошлому году, то как раз в конце апреля, буквально через две недели, как вы были у нас в гостях, в районе фактически объявили чрезвычайную ситуацию в связи с этой пожароопасностью. То есть, вот в этом году что-то такое намечается, прогнозы? Скорее всего, в этот год не исключение, так как по прогнозу погоды, опять же, трава очень быстро высыхает. И подразделения, как Павел Николаевич сказал, будут выезжать в колосочном режиме. У нас выездов осуществлялось до 50 выездов в сутки в прошлом году. Просто люди не понимают, что они делают, когда поджигают сухую траву. Ветер, опять же, способствует быстрому развитию пожаров. И поэтому нам приходится реагировать и как можно быстрее принимать все меры к тушению данных возгорания. В этом году мы также подготовились к наступающему пожароопасному периоду. Подготовили технику, вооружение. Но, опять же, все будет зависеть от людей, так как человеческий фактор – это основной фактор возникновения всех природных пожаров. Вот, может, вы сразу тогда призовете наших жителей и тех, кто уже будет приезжать, так скажем, на выходные на свои дачные участки, вот, сжечь траву или не сжечь? Мы каждый год призываем, также ведем профилактическую беседу с населением совместно, всеми силами своими. То есть на встречный состав уходят выходные и праздничные дни. Общаемся с жителями района, с дачниками. Объясняем, что если они хотят сжечь траву, то это надо хотя бы поставить бочку какую-то, чтобы много случаев, достаточно очень много случаев, когда они даже на своем участке поджигают траву, и ветер разгоняет это все, и огонь перекидывается на их дачные дома. И они сгорают. Эту работу мы ведем каждый год, но, к сожалению, не все понимают это. Профилактику мы будем также вести. Попытаемся достучаться до наших людей, чтобы этого не происходило. Наверное, я добавлю, губернатор Московской области введен запрет на разведение костров, огня, не специально отведенных мест. Этот запрет уже действует и по Московской области. Нами регулярно, совместно с сотрудниками полиции, с органами местного самоуправления, с административно-техническим надзором проводятся рейды. Мы сразу хочется предупредить об ответственности за нарушение, потому что штрафные санкции на граждан составляют, может быть, и незначительные, на первый раз от тысячи до полутора. Но если повлекло возникновение пожара лесного или какого-то другого пожара, то тут уже в рамках действующего уголовного кодекса и ограничение свободы предусмотрено, и возмещение ущерба тем лицам, кому нанесено. И как правильно Вячеслав Иванович сказал, что действительно, конечно, будут сжечь, но люди должны понимать это и заботиться прежде всего о своей безопасности. И безопасности окружающих. Да, конечно, и безопасность своих соседей, окружающих, природы в специально отведенном месте. Выберите, пожалуйста, уважаемые жители, бочку, какую-то металлическую емкость, что-то приспособленное из негорючего материала, да, из кирпича что-то выложено, какой-то очаг, и небольшими порциями. И, пожалуйста, понятно, что это будет происходить, но делать это надо крайне аккуратно и с соблюдением первичных мер. Мы еще вернемся о том, как проводить время и на природе, и в квартире, как надо безопасить себя от возникновения пожара. У нас есть первый звонок, тема, видимо, очень актуальная. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста. Это Геннадий Александрович Павел Николаевич. Да, добрый вечер. Я хочу вернуться к вопросу по вопросу эвакуации двухэтажного дома, строящегося доме на Красноярске 17. Мы как-то этот вопрос поднимали. Решен он будет, как положить? По данному дому, да, Геннадий Александрович, мы звонили, мы общались, консультировались. Геннадий Александрович, я могу сказать, что у меня есть информация, что на данный объект были разработаны специальные технические решения, условия, да, и будут на нем приняты дополнительные меры пожарной безопасности, которые отсутствуют, не отсутствуют, а которые предусмотрены в обязательных требованиях, то есть там будут дополнительные меры, и уже реализация этих технических условий целиком находится на застройщике. Я думаю, что они будут выполнены и позволят не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на данном объекте. Спасибо. Ну вот чтобы закончить тему сжигаемой травы, так скажем, да, вот мы говорили о, так скажем, взрослых поджигателях, да, кто, в общем, сознательно это делает, может быть, в силу каких-то незнаний о том, что нужно или не нужно сжигать, или просто так быстро хотят избавиться от мусора, но у нас еще существует и несовершеннолетний, которые даже, может быть, не хулиганят, а просто так развлекаются. Вот с подростками какую работу вы ведете? С подростками это, да, действительно большой объем работы, но мы регулярно со школами, с комитетами по образованию проводим выступления в школах с сотрудниками отдела надзорной деятельности федерального отряда противопожарной службы. Беседы именно с детьми в том возрасте, когда вот сейчас им пытаемся донести, что это не просто развлечение, что это опасная стихия, огонь, и также приглашаем их на какие-то занятия, приглашаем на экскурсии в пожарной части, где тоже сотрудники Вячеслава Ивановича показывают правильность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, да, но в основном это работа именно в школах, в школах совместно с педагогами в рамках предметов ОБЖ, и она достаточно активно происходит, потому что педагоги очень активно нам помогают, и я думаю, что большая часть детей, учащихся района, эту информацию примут к сведению, и минимизируем мы последствия, понятно, произойдут, да, возгорания, но тем не менее... Пытаемся минимизировать, да, тем более мы и показательные выступления проводим, с участием пожарных частей в тех же самых школах, учебных заведениях, постоянно. Также у нас будут действовать патрули на данный период, патрулировать будем во всех поселениях Щелковского муниципального района, там будут задействованы, как Павел Николаевич сказал... В лесах тоже, да? Да, и в лесах, но там в основном лесники будут работать, но у нас организовано будут несколько патрулей по наиболее пожароопасным участкам нашего района, также от администрации будут люди, которые тоже будут патрулировать. Также у нас очень сильно в районе развивается добровольное пожарное общество, сейчас в эти ряды вступают граждане Щелковского муниципального района, даже заступают на боевое дежурство. У нас есть добровольная пожарная команда в Литвинова, это из быстрого возводимых пожарных депо, по программе губернатора была построена. Туда заступают добровольцы, выезжают на пожары, помогают пожарной охране в тушении различных очагов. И поэтому попытаемся минимизировать данными действиями этих разгораний. Ну а вот полномочия у этих добровольных дружин есть какие-то юридические? Или это все так вот на общественных началах, что называется? Ну вот у добровольцев юридических как бы прав нет, но вы же понимаете, что если они даже сделают замечание тем или иным гражданам, они все-таки отреагируют? Нет, ну, наверное, Вячеслав Иванович немножечко дополнит, да. Нет юридических прав составить протокол у добровольцев, да. Но добровольные формирования наши, они работают на основе федерального закона номер 100, о добровольной пожарной охране, у них есть официальный статус, они зарегистрированы в реестре Московской области, у них есть соответствующее удостоверение, то есть они прошли первоначальное обучение какое-то, да, в зависимости кто там, добровольная пожарная команда или добровольная пожарная дружина, кто занимается. Прежде всего цель дружины это профилактика. Предупредить, предостеречь, в крайнем случае сотрудники добровольной пожарной дружины, да, они могут задержать нарушителей, они являются свидетелями. И, соответственно, уже органами полиции или сотрудниками административно-технического надзора, пожарного надзора уже могут быть составлены административные протоколы за выявленные нарушения. Но добровольцы, как правило, выходят в рейды совместно с действующими сотрудниками либо полиции, либо пожарного надзора, пожарной охраны. И у них есть дополнительная полномочия в виде действующих должностных лиц. Сам добровольец, конечно, протокол не составит. Ну вот если можно, еще немного статистики, да, вот вы назвали абсолютные цифры по пожарам. К сравнению с прошлым годом есть некая тенденция к уменьшению этих трагических случаев. Ну а вот в целом, чаще всего, где происходит пожар? Так скажем, какие объекты наиболее подвержены? Это жилые квартиры, это, не знаю, садовые участки, загородные дома, или промышленные объекты, или же лес, в конце концов, летом, по крайней мере. Ну, тут, наверное, надо говорить, если мы говорим об объектах пожара, это да, это мы их сейчас перечислим. Весной и осенью мы все прекрасно понимаем, что это сухая трава. Да, и если это засушливое лето, то это торфоразработки, торфозалежи, также лес. Касаемое непосредственно объектов пожаров, большая часть пожаров, порядка 65% происходит в жилье. Ну, жилье в полном смысле этого слова, это и в квартирах, и домах, и в садовых домах, да, и прочих строениях жилого сектора, то есть летние бытовки, приспособленные дачи, это основное. То, что касается причин пожаров, да, то вот даже по итогам первого квартала, я могу сказать, что у нас снизилось количество поджогов, количество пожаров при эксплуатации монтажа электрооборудования, именно при монтаже, но вот при электроботовых приборах, да, у нас, к сожалению, взросло при эксплуатации электроботовых приборов, тут наблюдается уже рост. И также наблюдается рост по причинам, по неосторожному обращению с огнем. Ну, тут имеется в виду, что курение в постели или паяльную лампу не туда поставили? И курение в постели, в том числе и лампы, и другие виды работ, которые с искорообразованием происходят. Бывают такие случаи, что даже, вот у нас случаи были, что женщина поставила свечку в праздник, да, церковный, на салфетку, свеча догорела до основания, и на скатерть салфетку загорается, и, соответственно, вот были в практике вплоть до такого. То есть крайне внимательно во всех отношениях то, что касается огня. Казалось бы, свечина небольшой источник, да, но это огонь. В том числе это и окурки, которые, к сожалению, бросают из балконов. Культура поведения все равно остается у нас не на должном уровне, да, и некоторые жители залетают, и со временем, или в хорошую погоду, или в ветреную, да, то есть солнечно происходит воспламенение, если что-то легковоспламеняющееся, или рядом. Но сейчас бензин в каницрах вроде на балконах уже не хранят. Да. Или бывает очень такие случаи? Нет, а мы же не говорим, что легковоспламеняющиеся – это обязательно жидкости, да. Да, у нас достаточно много материалов синтетических, которые воспламеняются в за считанные секунды от минимального низкокалорийного источника огня, такого как окурок, да. То есть ему надо буквально чуть-чуть, чтобы он воспламенился. Если ветер это все раздует, вот нам и результат. Ну, хранят даже сейчас, понимаете, некоторые люди покупают не бензин, а розжиги для шашлыков. Не все хранят это где-то на загородных участках, отведенных местах, кто-то хранит это и на балконах. Бывает все, поэтому достаточно много вещей у нас у людей скапливается на балконах. Так что, да и само состояние остекления, именно то, что искажение от цвета может от стекла, то есть со временем где-то трещина, линза, преломление, эффект линзы. Мы сами все это с детства помним хорошо, как может произойти. То есть битое стекло может явиться источником воспламенения? У нас такие случаи природных пожаров происходят, потому что разбитые бутылки, да, и периодически происходит преломление лучей. Ну, а вот, скажем так, по своим последствиям, какие самые страшные пожары? Ну, я имею в виду, опять же, по объектам. Это многоквартирные дома, это загородные дома, да, садовые участки, или же промышленные объекты, или транспорт тоже. Я помню, вот страшная авария была летом прошлого года. На Щелковском шоссе у нас 46 километров. Я, помните, фура столкнулась с внедорожником, вспыхнула моментально, вот эта здоровая фура, и водитель сгорел. Ну, вот я бы не видел, самые тяжелые последствия, где чаще всего бывает. Самые тяжелые последствия, ну, это как бы, так вот определенно сказать нельзя, достаточно тяжелые пожары. Это, конечно, на промо-предприятиях, так как там большая горючая загрузка, очень достаточно много различных веществ опасных хранится. Жилые дома, это связано с риском для жизни, опять же, людей, это тоже достаточно тяжелые последствия. Пожар, это вообще уже тяжелые последствия, его, как бы, распределить так нельзя. В жилых домах, да, в многоэтажных домах, это, опять же, сильное задымление. Мы провели эвакуацию людей, выводим их, чтобы спасти человеческие жизни. Как бы, такое определение, вот, достаточно конкретное, поэтому дать нельзя. Недаром уж говорят, да, вор может украсть что-то унести, а пожар уносит все. Потому что это достаточно. Ну, пожар, я, наверное, добавлю, Вячеслав Владимирович, это процесс неконтролируемый, и двух одинаковых пожаров не бывает. Мы все знаем, что есть теории, как и распространение пожара, общие признаки, да, но это все общее. Каждый пожар, это каждый конкретный случай, его надо разбирать отдельно, и он каждый по себе опасен. Будь то, квартирный жилой дом, потому что большое количество людей, объект какой-то, в том числе и с массовым пребыванием, да, на которые сейчас очень большое внимание уделяется со стороны взорной деятельности, с профилактики. Ну, а пожары на промообъектах, это само по себе уже, мы все помним пожары, которые происходили в прошлом году, в Щелково на территории химзавода, да, то есть погибшими буквально в считанные минуты все это произошло. Мы все видели последствия этого. В данном году у нас также произошли пожары, у нас были территории деревни Оксинино, большое там бывшие фермы. Пожар позавчера в деревне Еремино, тоже бывшие фермы, да, то есть все делают, приспосабливают существующие помещения, особенно бывшие фермы, свинарники там или какие-то птицеводческие фермы, не соблюдая в полном объеме требования пожарной безопасности, да, мы из-за этого получаем достаточно серьезные последствия, потому что элементарно там два-три арендатора с разным направлением деятельности, кто-то производит одно, второе, третье, а элементарно противопожарных преград, они здесь выполнены номинально, и развитие происходит по всей площади. Эти пожары достаточно сложные, серьезные, туда привлекает достаточное количество личного состава и техники, и они достаточно затяжные. В первую очередь из-за большой площади? Площади, да, горючей загрузки, различных материалов. Павел Николаевич правильно сказал, даже, который произошел пожар в воскресенье в ночь, на понедельник, там просто приспособленное здание, они приспособили его по своей производству. В одном крыле здания четыре производства различной степени. В каждом производстве большая горючая загрузка, и произошло сильное распространение огня по данному объекту. Ну, вот хотелось спросить, а кто определяет причину возникновения пожара, другими словами? Это вот ваша сфера деятельности, да? Да, совершенно. Кто виновник, размер ущерба, опять же, со слов пострадавших, потерпевших, или это как-то калькулируется особым способом? Значит, проверка по факту пожаров проводят сотрудники отдела надзорной деятельности, то есть государственные инспектора по пожарным надзорам. На каждом случае или по каждому факту пожара проводится проверка, принимается решение об отказе в возбуждении дела, либо об возбуждении уголовного дела. Это, как вы сказали, опрос свидетелей, очевидцев, потерпевших, изъятие документации необходимой, да, от тех технологических процессов, которые происходили, от тех веществах, материалов. В случае больших резонансных пожаров, да, мы привлекаем испытательную пожарную лабораторию Московской области, которая находится в городе Подольске. Они выезжают также на место пожара, проводят свои лабораторные исследования, либо направляются материалы к ним для проведения судебно-экспертных действий. И уже на основании этого принимается решение уже о возбуждении дела, либо об отказе, устанавливаются виновные лица. Это ввиду уголовное дело или административное? Возможно и уголовное, и административное, либо если отсутствует состав или событие в зависимости от того вреда и того ущерба, да, то принимается то или иное решение. Спасибо. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Продолжим разговор об этой очень важной теме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем программу «Диалог». Напомню, что сегодня в гостях у меня начальник пожарно-спасательного гарнизона Щелковского района Вячеслав Никонов и начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району Павел Шангов. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Иван Иванович, Павел Николаевич, напоминаю нашим зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-1440, 567-1450 и задавать свои вопросы моим гостям. Ну, а я, в свою очередь, тоже буду задавать вопросы в начале второй половины нашей встречи, нашего разговора. Хотелось бы спросить о тех достижениях, которые появились в нашей пожарной службе нашего района в прошлом году. Ну, я имею в виду, конечно, и открытие пожарного депо, долгожданное открытие в Медвежьих озерах и организация так называемых пожарных пирсов на водоемах в разных наших поселениях. Ну, не знаю, наверное, начало, стоит отметить начало работы телефона Единой службы спасения 112, который с лета в тестовом режиме работал, но с ноября заработал уже в полную силу. Вот давайте сейчас для начала посмотрим видеосюжет про то, как открывали пожарное депо в Медвежках, а потом уже поговорим о том, как вам стало работать, легче или тяжелее. В Медвежках, в Медвежках, открытие нового пожарного депо в поселении состоялось. Ни один из районов сейчас не может похвастаться тем, что благодаря открытию данного подразделения степень прикрытия населенных пунктов увеличилась на 3,5%. Это, конечно, кому-то покажутся сухие цифры, но это человеческие жизни. В новый дом из Щелкова переезжает пожарная часть номер 300, две автоцистерны и 45 человек личного состава. На этих мужчин ложится серьезная ответственность. В зоне покрытия депо два поселения – Медвежьозерская и Загорянский, а также ряд социальных объектов, включая Алмазовскую детскую коррекционную школу, обширный лесной массив и более 60 СНТ. Пожарные переезжают не в пустые стены. Депо полностью готово к эксплуатации. В нем три этажа, просторные спальные и пищевые блоки, комната для обучения, вся необходимая материально-техническая база. Строительные работы шли в течение двух лет. За основу было взято здание старой котельной. Мало кто из жителей верил, что ветхие стены можно превратить в совершенно новое трехэтажное здание. Преображение удалось благодаря инвестиционному контракту. Ну вот, сразу тогда вопрос к вам, Вячеслав Иванович. Как стало легче работать с появлением нового ДПО? Да, конечно, легче. Мы прикрыли достаточно много населенных пунктов, достаточно много СНТ в данном районе местности. У нас в планах, как бы не останавливаться на достигнутых результатах, у нас в планах, как минимум, еще два пожарных ДПО. Это в городском поселении Монина, как вы знаете, там раньше была воинская часть, военный городок. Академия ВВС имени Гагарина находилась там. И там располагалось пожарное ДПО. Когда военный городок передали, так же по нашей просьбе вооруженные силы передали нам и это ДПО. Сейчас инвесторы, в этом году планируются инвесторами отремонтировать это ДПО, потому что за годы оно пришло как бы в недалежащее состояние. Они произведут ремонт туда, мы поставим туда технику и личный состав. И откроется еще одно пожарное ДПО. А второе? Второе ДПО это Щелково-7. Это в ближайшей перспективе два ДПО, это Щелково-7. Вы ни для кого не секрет, что интенсивная застройка городского поселения Щелково. Особенно левобережной части города. И у нас там нет пожарного ДПО. Там выделен земельный участок. Все как бы со стороны администрации решено. Сейчас идет работа с инвесторами, застройщиками данной территории, чтобы они там возвели пожарное ДПО. Куда мы тоже поставим личный состав и технику, чтобы прикрыть данную территорию населения. Ну а сейчас как справляетесь? Все-таки много районов появилось. Там и Финский, и Богородский, и Солнечный. Сейчас справляемся своими силами. У нас ДПО Щелково-1. Тяжело. На другой стороне Рихи? На другой стороне Рихи, к сожалению. Нет ДПО, но нам помогает сопредельный Пушкинский район, в Ивантеевке есть ДПО пожарное, которое тоже нам прибывает на помощь. Ну вот хотел еще спросить об эффективности работы. Несколько так называемых пожарных пирсов открылось, да, это на берегу обычно сельского, ну или даже городского поселения, на берегу естественных природных водоемов, да, специальные такие бетонированные площадки. Насколько они эффективны и помогают? Они достаточно эффективны, мы давно, как бы, занимаемся проблематикой данного вопроса. Почему? Потому что во многих населенных пунктах нет пожарных гидроантов. Ну это понятно, там водопроводы, там, или водопроводы, они достаточно с низким давлением. И мы предлагаем главам строить данные пирсы для чего? Для того, для цели пожаротушения. Оно достаточно эффективны именно в тех районах, где недостаточно противопожарного снабжения. И сейчас эта работа очень, как бы, достаточно более высокими темпами пошла, потому что все поняли важность этого вопроса и повернулись лицом к данной проблеме. Ну и, наконец, телефон 112. Вот в чем его польза, так скажем? Ну, вы знали всегда 0,1 и остальные нули, а вот теперь 112. Раньше, да, достаточно много номеров было у нас. Не много, минимум 4. Это 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Сейчас это все соединено в единый номер. Польза в том, что человеку не надо запоминать и не надо думать, когда звонить. Он звонит на единый номер. А там диспетчера, они уже принимают вызов и передают данное сообщение той службе, которая необходима. Это намного сокращает время реагирования. Диспетчера 112, они привлекают к данному вызову не только, допустим, пожарную службу, но и полицию, скорую. Да, если какая-то чрезвычайная ситуация, естественно, надо сделать несколько... Это сокращает время реагирования всех подразделений района. Хотелось еще вот поговорить о чем. В последние годы легче вам стало работать или нет? Я имею в виду в связи с изменением законодательства, да, что вроде как сократилось количество проверок, так называемых, да, на предприятиях и мелких и средних предпринимателей. Ну, а последствия стали хуже или лучше? Значит, в связи с тем, что, да, принято ряд решений правительством Российской Федерации о моратории на проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Я могу сказать, что объекты малого и среднего бизнеса исключены из плана проверок на 2016 год по линии Государственного пожарного надзора в целом по области, в том числе на территории района. Да, объем проводимых проверок снизился в разы значительно. И сотрудников действительно больше времени, да, уделять профилактике общения в том числе с детьми, объектам социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования. Но вместе с этим хочется отметить, что также происходит и сокращение в системе, да, и количество сотрудников у нас, к сожалению, тоже уменьшилось. Поэтому есть и положительные моменты в том, что проверок меньше. Ну, положительные моменты для тех, кого проверяют, да, они не для тех, кто проверяет. Тем более сейчас применяются новые формы методы, да, все мы знаем, что согласно решению правительства применен рискоориентированный подход. Это так называемая независимая оценка пожарного риска или в простонародье пожарный аудит. Если можно подробнее, что это такое, да, кто может заказать такую проверку и каковы ее результаты будут? Любой субъект предпринимательства, независимо от формы собственности, имеет право обратиться. Да, и в любую организацию, соответственно, имеющую лицензию на или аккредитацию, да, выданную МЧС России. Таких организаций достаточно много, найти их достаточно легко, ну, все знаем интернет, да, и можно будет. И провести у себя независимую оценку пожарного риска. Тем самым объект, если ее проводят, он уведомляет нас о проведенной независимой оценке. И на три года исключается из плана проверок плановых. То есть каждый предприниматель, и дальше он ее может продлять, эту независимую оценку, если у него соблюдаются все меры, и, соответственно, этот объект по линии Госпожарного надзора, если не будет чрезвычайных ситуаций каких-либо, проверяться не будет. Это вправе сделать каждый. Пожалуйста, если кому-то нужна более подробная информация, могут обратиться. И в отдел надзорной деятельности мы более подробно расскажем непосредственно к каждому объекту, да, применительно. И также эта информация есть на сайте Главного управления и отдела надзорной деятельности. Хотелось бы вот еще спросить, о чем, Вячеслав Иванович, уже затронули мы эту тему, да, что, скажем, в городе у нас не хватает, да, пожарного, да, особенно, что касается новых микрорайонов. А в целом по району, как обеспечены мы пожарными частями? Все-таки район довольно протяженный, аж до Владимирской области доходит. Да, мы долгое время вели данную работу. У нас по программе губернатора было задено три пожарных депо. Это Свердловский биокубинат и Литвиново. Литвиново, как я уже говорил ранее, там несут с нашими сотрудниками и добровольцы службу свою. Мы практику добровольства будем продолжать развивать. И наш район один из наиболее прикрытых, наверное, я не говорю, что самый прикрытый, но 95-96% территории прикрыто. Осталось действительно построить вот эти два пожарных депо, они очень значимы. Сейчас администрация района в этом вопросе очень сильно работает, она понимает проблематику данной. И мы будем практически прикрыты на 100% при строительстве данных. Но вот в данный момент вы всегда укладываетесь в эти положенные нормативы? Да. 10 минут, да, с момента вызова в городе и 20 минут на селе? Все равно мы укладываемся в данные нормативы. Требования технического регламента в нашем районе не нарушаются. Так что мы как бы в этом вопросе прикрываем территорию. Ну и еще такой вопрос о самом ценном, что есть, наверное, в каждом коллективе. Это, конечно, его сотрудники, кадры, как мы говорим, которые все решают. Это ваша работа, ваша служба, конечно, очень тяжелая, очень ответственная, зависит от жизни людей от нее. Хотелось бы узнать, и вот то, что Пан Николаевич сказал, да, и сокращение некоторое происходило. Хотелось бы узнать, вот такой среднестатистический пожарный, вот как он сейчас выглядит, идет ли молодежь к вам на службу? Да, у нас коллектив очень сильно омолодился за последние годы. Как и в федеральной составляющей, так и в МОСУ Булапурспас. Молодежь очень охотно идет на эту службу. Не все, правда, задерживаются на ней, так как эта служба достаточно опасная и трудная. И люди должны обладать сильным характером и сердцем, потому что они первые идут на помощь, рискуя своей жизнью, спасая людей практически ежесуточно. Они совершают подвиг, так можно сказать. Кадры у нас, у нас укомплектованность стопроцентная и никто не хочет покидать данную службу, кто пришел сюда. То есть, если приходят, то уже на всю жизнь, так сказать. Да, редко, редко кто покидает наше подразделение. Коллектив достаточно дружный, активный. Как раньше сказали, они очень много работают с детьми. В пожарной части у нас, в пожарных частях, каждый день, день открытых дверей. Приводят детей из детских садов, со школ. С ними занимаются наши сотрудники. Очень добропорядочные, хорошие люди служат пожарной охране. Ну и как подтверждение этим словам, я предлагаю нашим зрителям посмотреть еще один видеосюжет, в котором сотрудники пожарной охраны выступают не совсем привычным для себя амплуа и даже чисто внешне. Давайте посмотрим, как наши пожарные сдают нормы ГТО по плаванию. Пловцы рвутся к победе. Бравые служащие МЧС к труду и обороне готовы всегда. Но сегодня чуть больше, чем обычно. Ведь они сдают нормы ГТО. Сотрудники 37-го отряда Федеральной противопожарной службы совместно с отделом надзорной деятельности по Щелковскому району присоединились к одному из самых популярных спортивных начинаний. Приняли участие в заплыве на 50 метров в бассейне Щелковского плавательного центра «Нептун». Правда, пока в тестовом режиме настоящих медалей за эту сдачу ГТО не получить. Зато можно потренироваться и проверить себя на прочность. Всего в заплыве приняли участие более 25 спасателей. Для того, чтобы сдать норматив на золото, необходимо проплыть 50 метров за 29 секунд. Сотрудник отдела надзорной деятельности Игорь Князев одолел эту дистанцию за 27. Говорит, держать себя в хорошей форме помогают еженедельные спортивные встречи с коллегами. Волейбол, футбол и просто зарядка на свежем воздухе. Хотелось бы чаще, чтобы данные мероприятия проходили. Мы готовы всегда показать наш высокий профессионализм, на что мы способны доказать и еще раз доказать самому себе, что ты можешь. Можешь все. Парни работают, у вас работают. Ну вот такой еще вопрос из личного наблюдения. Приходится довольно часто проезжать в Москве в районе ВДНХ, Академия Государственной противопожарной службы. На машине стоишь, на светофоре как раз на поворот. И курсанты идут туда-сюда. Очень много девушек. Вот вопрос такой, девушки чем занимаются у вас? Ведь со стволами в руках не стоят, наверное? Нет, они с столами в руках не стоят. Они идут также и в надзор. В основном они работают в надзорных органах, в отделе кадров. Там женский коллектив. Достаточно много. Специализаций много, да. Такие специализации, как и мониторинг, и прогнозирование. Мы все знаем, что создан национальный центр управления в кризисных ситуациях. Такие центры есть в каждом субъекте Российской Федерации, где требуется не только мужская и физическая работа. Плюс направления есть и сугубо гражданские, экономические. И юридические направления, психологическая. Мы все знаем, что МЧС достаточно сильно развита. Поэтому вот откуда и девушки. И все заканчивают одну академию? Ну, академия государственной противопожарной службы и академия гражданской защиты. То, что находится у нас в Москве, да. Также мы отмечаем достаточно большой рост желающих поступить в академию. Вот на протяжении последних трех лет достаточно чувствуется наплыв именно молодых людей, да. Чтобы продолжить свою, или начать свою службу, да, в органах МЧС поступить в академии, в ту или иную, или в училище, филиалы академии. Потому что они есть и в Иваново, и в Екатеринбурге. Вот. И уже нести службу в рядах МЧС. Даже пожарные у нас достаточно активно поступают в академию, заучно учатся. Очень достаточно много народу, который хочет, хотят получить больше знаний о нашей профессии. Ну вот у нас программа уже подходит к концу. Хотелось бы спросить вас, какие у вас пожелания нашим зрителям, ну, естественно, в сфере вашей деятельности. То есть, какие основные правила противопожарной безопасности нужно помнить и всегда соблюдать? Ну, прежде всего, к жителям, к гостям района. То, что мы говорили ранее, это обратиться хочется с тем, в преддверии весеннего пала сухой травы, предстоящих выходных, майских праздников, проведения активного отдыха, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности и не относились к ним пренебрежительно. Элементарное, казалось бы, пренебрежение достаточно приводит к тяжелым последствиям. Я уже не буду повторяться, да, но так или иначе, это открытый огонь, легковоспламеняющиеся жидкости, их правильное применение, если для розжига костра, угля что-то используется в преддверии майских праздников. Это очень будет актуально. Обязательно соблюдайте. И обязательно иметь первичное средство пожаротушения, по возможности, воду, питьевую воду, каждый берет даже с собой на природу, чтобы она была рядом, и в случае чего ей можно было воспользоваться. Все также должны понимать, что можно использовать землю, песок для каким-то подручным материалом, чтобы затушить, ну или молодой листвой, который еще сбить пламя. Да, то есть кажется, что оно недостаточное. Ну и лопату тоже, конечно. Лопату, да. Любое подручное средство надо предусмотреть заранее, прежде чем разжигаешь, вот в случае чего, чем можно воспользоваться. Дай бог это чтобы не пригодилось, но тем не менее, пусть это будет лучше. Ну и вот раз уж заговорили о преддверии майских праздников, я напомню нашим зрителям, что как раз накануне майских праздников, 30 апреля, отмечается в нашей стране День пожарной охраны, я хочу поздравить с наступающим праздником моих сегодняшних гостей, пожелать им, не могу сказать, успехов в работе, потому что тогда, конечно, это значит, будет у вас много работы, значит, пожелать только меньше-меньше работы, особенно на праздники, ну и вообще всегда. А как отмечать будете? В Доме культуры концерт, поздравления личного состава. Достаточно хорошо было отмечать все-таки наш профессиональный праздник. Да, у нас сложилась традиция, что в Доме культуры приглашаем молодежь, действующих сотрудников, не забываем о ветеранах, пожарной охраны района и в Московской области у нас проживают ветераны, да, то есть мы их тоже приглашаем на данное мероприятие, поздравляем. Ну и особо отличившиеся нагождаются. Что ж, тогда успехов вам. Большое спасибо, что на что и время прийти к нам в студию, спасибо за ответы на вопросы, вполне исчерпывающие, я думаю, всем нашим зрителям было очень интересно услышать информацию из первых уст, что называется. Это была программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Тадык. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!